Добрый день! Сегодня 24 сентября 2022 года. Мы получили письмо, которое называется «Едет американец в Украину». Какой смелый! Сейчас идет война, Украину бомбят, а он едет в Украину. Давайте посмотрим, что же там происходит. Здравствуйте, Галина! В первую очередь хочу сказать вам спасибо, что поддерживаете Украину. Это мы ценим. Ребята мои дорогие, Украину поддерживает большинство населения этой планеты, а сейчас я думаю, что и количество лжепатриотов России тоже сильно поуменьшится. Когда война пришла в каждый дом с этой мобилизацией, то я думаю, это многих отрезвит. Одна из моих девочек написала «Мобилизацию!» Объявили, как страшно! Да наоборот, не страшно. Наоборот, многие наконец-то проснутся, а многие наконец-то узнают, что это война. Потому что так же, как Сирию когда-то бомбили, ну это же где-то, ну это же где-то, это же не у нас. Писала вам раньше вот видео, и она дает нам ссылочку на это. Я ее поставлю в описании. И если кто-то заинтересован, первоначально посмотрит этот ролик, я люблю, когда вот такие идут истории с продолжением. Я сейчас прямо нажала-открыла. Бельгиец, но не чернобров. Так у нее назывался предыдущий ролик, и теперь вот что-то происходит дальше уже. Не бельгиец. К счастью всем мужчинам ничего не получилось в поисках лучших. Иногда это хорошо, что не получилось. История. Мне 25 лет. Ой, какая молоденькая. Познакомилась две недели назад с американцем, 29 лет. Он на фоне всех последних событий увлекся украинским языком, культурой. И вот решил приехать в середине октября на запад Украины посмотреть. Ой, хорошо, что на запад он в курсе того, что до запада не достреливают. Надеемся, что скоро и на востоке не будут достреливать. Смотрите, как здорово. Многие американцы даже не догадывались, где-то Украина есть. Наверное, не права я сказать. Многие, кто-то из американцев. Потому что я вот ездила еще в апреле на День памяти в Оклахому. И я останавливаюсь у своей подруги, любимой, которая украинка. И она говорит такое. Раньше я говорила, я из Украины. Они говорят, это Россия же, да? То есть они примерно знают, что это, где это. Люди не интересующиеся. А теперь она говорит. Вернее, даже в апреле она сказала, а я сейчас из очень известной страны. И они говорят, из Украины. То есть все-все уже знают и многие вот так увлекаются и изучением языка, и культуры Украины. И, безусловно, поддерживают. Кстати, я сейчас этот ролик запишу и позвоню Катюшке. Потому что она ко мне постучала с тем, что... Галь, ты не заметила, как сильно люди изменились? Но это было вот еще до объявления о мобилизации. Сейчас-то снова изменится. И мы с ней не поговорили. И я подумала вчера, что, ой, надо мне ей самой набирать что-то. Она мне не перезвонила для более подробного разговора. Потому что их семья тратит очень много денег на то, что она ездит в другие страны с миссией, помогает, белит, красит. Сейчас я ее сорганизую на то, чтобы эти деньги они направляли в Украину. Чего уже сейчас кому-то помогать, когда вот даже те, кто не знал, где-то Украина находится, интересуются культурой, даже собрались поехать. Он забронировал лучший отель. Город у нас красивый, сам хочет посмотреть. Так что пусть едет. Да-да-да, украинские города шикарные. Я очень надеюсь, что очень скоро те угробленные города тоже будут восстановлены и станут еще лучше прежних. Мы общаемся каждый день. Хорошо. Видно, что он заинтересован. Много комплиментов делает, спрашивает, что мне нравится. Помнит детали обо мне. Даже говорит, что если встреча пройдет хорошо, то планирует следующее путешествие весной вместе в Европу. Иногда заикается о моем переезде, но всегда говорит, как же хочется, чтобы визу было не так сложно получать. Как ему сказать? Понятно, что после того, как встретимся, когда буду уверена, что человек мой, ехать можно. Что сейчас достаточно легко украинцам получить разрешение на въезд. И при этом не звучать как Голдлига. Лучше по U4U или же К1. Давайте я здесь остановлюсь и на этот вопрос отвечу. Да, безусловно, сейчас разговор о переезде смысла нет заводить, потому что и знаете вы друг друга всего две недели. А вот во время встречи или после встречи такой разговор надо поднимать. Он говорит, что хорошо бы, если бы было не так сложно получать. И вы ему будете объяснять. Встреча у нас прошла хорошо. Следующую встречу мы планируем на весну где-то в Европе. На самом деле процесс может быть длинный. Если делать К1, то давай будем прямо сейчас начинать, потому что уже определенный период времени пройдет. И я приеду тогда, когда я приеду уже по визе К1. Я не думаю, что молодой человек 29 лет в состоянии вас забрать для программы U4U. Но тоже с ним можно это обговорить, потому что я детали этой программы не изучала. Это у Зары точно все есть. Она и ролик такой записала, и на все ваши вопросы ответила. Но меня смущает возраст. 29 лет, как правило, у мужчины нет материальной возможности содержать человека. Я понимаю, что вам 25 лет, и вы что, сразу же будете вставать на крыло? Но даже по этой визе какое-то время вы не имеете права работать. Поэтому этот вопрос с ним надо обсуждать. И тогда уже говорит следующее, что мы либо делаем К1 и весной встречаемся в Европе, либо сейчас делаем U4U, я приезжаю к тебе, это те же самые деньги, которые ты потратил бы весной, и мы попробуем жить на твоей территории, посмотреть, как у нас получается. Потому что вы молодая, и если он вам здесь не понравится, но он поддержит вас первое время, вы быстренько здесь встанете на крыло. Быстренько встанете на крыло. Кто вы? Вот мне пишите, кто вы по профессии. Может быть, в том письме вы про это писали. Ну, молодая девочка, молодая девочка, умница. Вы быстро-быстро тут освоитесь, даже если с ним не получится. Ещё вопрос. Как за одну встречу проверить мужчину? Да, я смотрела, наверное, уроки. Ну, может, ещё какие-то фишки, фразы. Как-то организовать ситуацию, чтобы проверить, как он будет себя вести. Я не думаю, что надо искусственно создавать какие-то ситуации. Надо просто наблюдать за человеком. Если вы видите, что ой-ой-ой, вот тут что-то мне не понравилось, то в этом направлении и колотить. То есть, если что-то вот зазвенело, и вы думаете, ой-ой-ой, а будет это постоянно или как? Дай-ка я тогда создам ситуацию точно такую же. И посмотрю, как он прореагировал. Потому что иногда это случайность, а иногда это закономерность. И нам надо выяснять, закономерность ли это, и готовы ли вы с этим мириться. Вот я уже знаю про своего мужчину, про то, что его утром нельзя кантовать. Вот нельзя его кантовать. Он сам мне объяснил, Галия, зомби. И объяснил он мне не сразу, а я вам рассказывала. В те времена, ой, уже больше года прошло. Когда у нас жила здесь Наталья, я решила, что, ой, пусть она ему вот такой красивый завтрак приготовит. И он психовал, сидел за столом. Он ничего не говорил, но я это видела, и Наталья это видела, что ему было очень неприятно. Вот прям на лице же всё написано. И я пошла к нему разговаривать. Он сказал, Галя, меня не надо, мне никто никогда завтраки не готовил. Меня всё утром раздражает. Пожалуйста, потерпи немножечко, я проснусь, я буду снова белой и пушистой. Я всё это услышала, я всё поняла. И несмотря на то, что мы вот 21 месяц уже вместе прожили, я сегодня пошла его будить, а он уже встал. Он уже встал, а кровать не успел заправить. Это его обязанность кровать заправлять. Я стала заправлять сама. У нас же широкая очень кровать, кинсайз. Я с одной стороны заправила, перешла на другую, и он выходит и меня ждёт. Я ему говорю, Лэд, наслажь на себя своей жизнью, я закончу этот процесс. Он говорит, да нет, мне надо сесть вот на кровати и надеть носки. Потому что у нас не очень большая здесь спальня. И поставить бенч перед кроватью, как это принято в Америке, на которую можно сесть и уже одежду положить, одеваться, обуваться, у нас просто этого места нет. Поэтому мы от неё избавились, и он садится на кровать. Хотя с моей стороны я стул себе поставила на то, чтобы подушки туда положить, и на то, чтобы присесть, если когда-то мне что-то надо. Я на кровать не сажусь. А он для себя вот так решил, что у него рутина утром. И он, когда мне это говорит, он говорит очень недобрым голосом. И если бы он мне сказал так, когда я его не знаю, я бы подумала, что какой-то ненормальный. А я знаю, почему он мне так сказал. Я тебе делаю совсем другие выводы, что я не буду создавать ещё раз такой ситуации и смотреть, как он мне скажет. Я знаю, что он мне скажет точно так же недоброжелательно, потому что я предупреждена, меня утром не кантовать. Дай мне проснуться. Я делаю совершенно другие выводы. Я говорю, всё, даже если кровать не заправлена, это вообще не мои обязанности. Он когда будет её заправлять, он будет заправлять его на автомате. И мне даже помогать ему не надо, чтобы вот на такую интонацию не нарваться. Хотя, если бы я его не знала, то я бы сильно обиделась. Чего ты на меня рычаешь с утра? Ты же всё знаешь. Пусть этот зомби превращается в человека. Поэтому, если он во второй раз проявит себя точно так же, то вы это не опускайте, а задавайте ему прямой вопрос. Меня насторожила вот такая ситуация. Ты прошлый раз, вот то-то, то-то было. Я сейчас специально создала эту ситуацию, чтобы посмотреть, как ты будешь реагировать. Ты реагируешь точно так же. У меня вопрос. Почему такая реакция? Что происходит? И пусть мужчина вам рассказывает. Вот мой сразу ничего не говорит. То есть я должна была, по его мнению, догадаться, что не надо мне помогать кровать заправлять. Ты нарушаешь мой утренний рутинный процесс. Это было бы нормально, если бы он сказал, я сам закончу. Мне надо заканчивать. Я бы ушла и всё. А он не умеет нет говорить. Он стоит и ждёт. И, наверное, раздражается уже. Чего она тут вообще шарашится? Мне на кровать надо сесть. Может быть, он садится сначала на незаправленную кровать. То есть 70 же лет уже, уже чего-то менять в этой жизни сложно. Ну, а в 29 лет вы ещё всё перекроете так, как вам надо. Ещё он сейчас живёт в Калифорнии и будет переезжать в штат Теннесси. Можете что-то сказать про этот штат? Даже если не получится, с мужчиной всегда интересно узнать о США и о вас. В Теннесси, по сравнению с Калифорнией, это всё даром. В Калифорнии тоже есть разные районы. Есть силиконовая долина, в которой всё невероятно дорого. И маленькую избушку вы купите за миллион или за полтора. А в Теннесси за 300. Ну, сейчас, наверное, подороже, наверное, за полмиллиона. Вы купите просто шикарный. Он даже будет смотреться снаружи, как хороший-хороший теремок дворцового типа. То есть я не знаю, чем продиктован переезд, потому что у нас есть девочка, которая вышла замуж за мужчиной из Калифорнии. И они предпочли купить маленький домик. Маленький-маленький. Но лишь бы в Калифорнии. Но лишь бы в Калифорнии, потому что он нигде больше не жил. Он любит этот штат. И он готов массу денег платить. Вот даже за землю. То есть я плачу. Платила бы за свой дом, который у меня куплен в штате Южная Каролина, тысячу с небольшим. То есть это налог на недвижимость и на землю, на которой оно стоит. Он здесь такой. А в Калифорнии он значительно дороже. Потому что земля дорогая. И они все равно предпочитают там оставаться, потому что он себя не видит в другом месте. Этот мужчина молодой, 29 лет. Вы его спрашиваете, как он в Калифорнии оказался. Может, он туда поехал, потому что айтишник, ему надо было себя там зарекомендовать, встать, начинать получать денежки хорошие. А теперь айтишник может работать онлайн из любой точки земного шара. И он все просчитал свои 29 лет. И говорит, ну что ж я буду здесь недвижимость столько платить, если я могу жить в лучших условиях, в хорошем климате. В Теннесси же у нас живет Виктория. Она живет, кстати, в одном из самых лучших мест для проживания по США. Там такая красота, там горы кругом. Там климат шикарный. Там налоги хорошие. То есть вот то, что я показывала из Теннесси, оно уже есть. И я говорила, что вполне возможно, что мы съездим в Нэшвилл. Вы про него тоже спрашивали. И, кстати, Мэмфис Теннесси – это тоже. Только я не знаю, наверное, у меня тогда еще не было канала. Или уже был. Это мы с женщиной ездили туда, на родину Элвиса Пресли. Шикарное место, очень своеобразное. С замечательными улочками. Популярные кафе, в которых поют ту музыку, из которой вырос Элвис Пресли. Я надеюсь, что у вас все получится хорошо. Но если не получится, то по Ю-Фо-Ю вы здесь легко останетесь. А по весе невесты вам надо будет возвращаться. Но если мужчина не готов делать Ю-Фо-Ю сейчас, начинайте сразу же после его отъезда оформлять К-1. Глядишь, к весне уже что-то и проявится. Потому что у нас сегодня осень. Я думаю, что украинские посольства работают побыстрее, чем другие. А с вами была Галина Смис. Я очень всем желаю найти своего мужчину, с которым вы будете счастливы. Всего доброго. Пока-пока.